Друзья, товарищи, давайте рассмотрим такой случай, когда сколиоз у нас у человека. Как правило, он S-образный, потому что компенцинаторно, я вам говорил, организм себя исправляет. Если внизу загнулось так, вверху будет вот так, а в шее вот так. Если в грудном отделить, допустим, правосторонний сколиоз, то внизу будет левосторонний. Левосторонний сколиоз мы щупаем по остистым отросткам. Как правило, один отросток нам ничего не говорит, поэтому обязательно с соседними. Два минимум вверх и два минимум вниз. Вот, смотрим по отношению к косточкам, да, как подходит поясница. То есть, вот можно для себя нарисовать положение косточек. Это где ямки вот эти вот. И позвоночник. Ну, допустим, он сразу кривой, да. Вот левосторонний нарисуем, да. Соответственно, вот она уже смещена, астистый отросток, да. От общей линии они как бы отошли в сторону. Дальше выравниваются. Вот она ось должна была быть вот так. То есть, соответственно, вот это расстояние уже замеряем. Оно больше получилось. Да? Вот это меньше, это больше. Вот это расстояние понятно, да? Ну, и чтобы нам исправить, нам нужно что сделать? Нам нужно здесь вот эти отростки, повернуть их туда. Ну, логично, да? А с этой стороны растянуть вот туда, да? Как мы это будем делать? Ну, вот смотрите. Вот этот отросток, да? Ну, в смысле, не то, что первый. L5 позвонок, да? Мы будем... А, ну, скорее всего, конечно, будет проблема. Крестцово-подвздошная, да? Скорее всего, будет здесь вот укорочены мышцы, зажаты больше, да? А здесь они будут перерастянуты. То есть, нам надо будет еще вот это место работать, да? Вот это сокращать. Вот это сокращенные мышцы. Пояснично-подвздошные. А здесь они будут перерастянуты, да? Соответственно, поворачиваем человека на бок. Ну, допустим, для вот этого позвонка, да? Нам надо будет скручивать вот в эту сторону, да? Соответственно, спиной ко мне он поворачивается. Ну, два. Ну, один из способов, да? Кладем в эту позу, по которой мы уже изучали, да? Тянем туда. Коленку делаем повыше. Чем выше, тем больше будет воздействие на крестец и на первый позвонок, точнее, самый нижний L5. Раскачали, скачали и ну, вот таких. Раз. Повернули. Далее поворачивается человек на живот. Растянуть надо будет вот эти сочленения, да? Ну, мы их, во-первых, там промассировали, простучали, пробили с этой стороны и растягиваем таким способом. Вот ниже с этой стороны, да? А с другой, соответственно, за бедро будем поднимать. Это вот это, да? Мы сейчас делаем? Нет, пока только нижняя. А это все нижняя? Ну, в принципе, это вся нижняя часть, да. Вот таз сюда, а за позвонки тянем вот в просыпленную сторону. Поэтому мы уже делаем, да? Теперь помогаем самим позвонкам в ассистой отростке. Для этого кладем человека, допустим, на эту сторону. Направо, повернись, боком. Бок? Направо, да. Сам сам ко мне. Вот. Стандартная поза, да? И нам что нужно сделать? Значит, внизу надо растянуть, да? А сверху сюда давить. Логично? Значит, как мы внизу растягиваем, чтобы было вам видно. Поворачиваем вторую ногу. Сюда сгибать обе коленки. Вот теперь. Смотрите внимательно на таз. Раз. Видно, растянулся, да? Ну, сразу видно. Оп. И большим пальцем, тенором мы упираемся в сами позвонки, ноги от рычаг и даем вниз. Поп. Поп. Продавили вот так. Ну, до грудного дела можно дойти. Отпускайте ноги, пускайте. Сами держите. Но перед этим желательно, чтобы расслабить эти мышцы, да, конкретные, мы берем, внизу ногу опять управляем, вверху мы упираем себе в живот, ну, здесь тяжелая нога, да? И пальчиками массируем вот это сочинение. И заодно и тестируем. Ногу вверх, вниз подняли. Снежелица. Да, она шевелится. Вот мы как бы массируем, снизу под позвонками пощупали. Вот тут он, что-то мобильное спорта. Сверху пощупали. И проверяем, какой бы звонок мобильный, какой-то он, например, застрял, какой в бок там съехал и вообще не шевелится, да? Вот заодно и промассировали. Такой приемчик. Теперь, если человек лежит не на этом боку, да, а на другом боку, ложись теперь на левый бок. Опять та же поза, нижняя нога прямая, верхний согнутый под 90 градусов и больше. Нам надо будет поднять позвонки вверх, да? Тогда мы, смотрите, что делаем. Берем за тазовую кость, берем за лебра и растягиваем сверху, правильно? Вот расценили. А эти подхватили позвонки. Нужно с ногами руками, чтобы пальцы были сильнее. И поднимаем вверх. Раз, два. Выше идем, чуть ногу распрямляем. Опять расценили под гармошку. Если идем до сюда, до крестца, тогда поднимаем еще выше. Вот здесь. Тут же важно еще выпустить, чтобы мы своей ногой с этим ведром помогли. Оп. Оп. Вот так вот подтянули. Ну, на этом пока достаточно. А в следующем видеоролике мы рассмотрим, как нам конкретно ставить крестцово-подвздошное сочинение, крестец, если он сдвинут, да, и, соответственно, бедренную кость, аппетит кантазовой кости, потому что тут тоже скорее всего при таком сколиозе будут сокращены ягодичные мышцы вот тут. Ну, а в этом в следующий раз не все сразу, не все сразу, господа. Дайте мне возможность вам объяснить все детально, подробно. Олег Алабуден вас всему научит, если вы будете с нами присутствовать. Поэтому не отключайтесь, будьте с нами. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья!